Всем добрый день! Сегодня ходили в Рево и скупились. Сегодня уже облачно у нас, погодка облачная. Немножко похолодало. Сейчас придем домой, сделаем распаковку. Сейчас уже в Адеку мы зайдем, потому что в Рево не нашли то, что искали. Сейчас зайдем в Адеку. Вот такие распаковки мы вам и сделаем. Подумают, бедная, что я тебя заставляю нести сумку. Подумают, бедная, ты нещешь сумку сейчас подумаю тебе и будут ставь хейтерить. Позорники. Мы пришли там уже. Скупились. Заехала сейчас в Адеку, сошла в Адеку, докупила то, что в Рево не купили. Что мы купили в Рево? Картошки купили. Два с половиной кило картошки. Дорогая картошка в Рево. Надо на выходных поехать в субботу, завтра поехать в русский магазин Интермаркет. И там-то купить. Там дешевле 89 центов, а тут евро 99 килограмм. Картофель дорогой. Купили картофеля, потому что картошка кончилась, а без картошки никуда. Купили корочку. Корочка вышла на 7,25 кило 453. 5 евро килограмм. Корочку я и на суп можно, и поджарить можно. И все можно с нее сделать. Я извиняюсь, прервала видео. Машинка стиральная сейчас гудела, чтобы качественный звук был. На паузу поставила. Так, в Рево тоже шампунь купила. Пантин. Этот шампунь мне он очень хорошо подходит. Пантин прави, он с маслом, с каким-то хороший шампунь купила. Почти 6 евро. 5 копейками 6 евро. Огурчики купила. Такие огурчики. 5 штучек. 5 штук купила. 40 яйцентов один огурец мелкий. Такие, но на салат хорошо их. Так, одну сумку освободила. Тоже в Рево купила табачок. Нет, этот табак на 10 дней. 10-15 дней вот так хватает. 25 евро. Тут значит, у нас сколько? Винстон купила. 100 грамм. Кстати, нам посоветовали, мне на стриме посоветовали табак. Не нашла его. Купила вот этот табак. Винстон. Гильзы есть. Губочки купили для посуды. Для мытья губки. Кстати, очень в Рево тешевые. 90 центов 3 штукки стоят. Сейчас смотрю по качеству. Там же вода, эти они хороши. Мада им Европа. Пьяны в Европе. Купили сыр. Кстати, нам говорят, что мы сыр редко берем. Ничего подобного. Вот такой сыр купили. Три сорта. Такой 2 евро стоит. Тут 250 грамм. Попробуем. Первый раз такой берем. Это в Рево. В общем, в Рево мы скупились. Я еще пачку сигарет купила. Скупились на 83 евро. Это в Рево чек. А, вот такую пачку сигарет. Тут 54 штуки. Мне их на долгах хватит. 17.50. Винстон. Сейчас покажу вам. Кстати, на этот крой покажи. Вот много сигарет. 54 штуки. Кстати, интересно посчитать, точно 54 или не 54. Посчитаю вам с кашу, кстати. Так, купили помидорки. Помидорки поторошали. Ну, хорошие. Евро 70 килограмм. Ну, особо выбора не было. Вот это выбрало немного. Так, очень зеленые какие-то. Селиноватые. Так. Плитку шоколада. Всяли шоколад. Милка по акции. 70 центов плитка шоколада в Рево. Черный шоколад. Кстати, вот такую мелку очень люблю. Черную именно. И с орешком люблю. Ну, решила одну плитку взять. Черного, чисто черного шоколада. Так, виноградик купили. Виноград 3 евро. Такой хороший. Дамский пальчик такой. Попробуем. Вроде должен быть сладкий. Кстати, в этом году еще не брали виноград. И Стасик захотел черный виноград. У меня, кстати, на черный виноград аллергия. Такой черный. Кстати, пахнет. Надо сейчас помою. Отлично. Так, взяли шоколад. И пол, виноградик у нас. Взяли шоколад. 3 авокадо. Авокадо я, кстати, не очень люблю. Ну, не знаю. Он для меня как трава. Ну, в салат там добавить могу. А так просто есть нет. Кстати, по акции авокадо 70 центов штука. 69. Это врево. Хорошая, такой мягкая. Хорошая авокадо. Стасик его обожает. Мы с мамой его не очень любим. Ну, так в салат можно. Если какой-то салатик такой легкий, с авокадо можно сделать. Так, сейчас в Атеке. Это все мы врево купили. Сейчас покажу, что мы в Атеке взяли. Кстати, у нас погода меняется. Вчера лето было, сегодня осень. Непонятно. Ну, как осень? Тепло на улице. Ну, такое ощущение. Сегодня дождь опищали. Будет дождик. И погода не посотянутая. Мой любимый рулетик. Купили рулетик. Вот эти, евро 60. Он стоит очень вкусный. Так, рулетик. Буду готовить завтра, или сегодня вечером, или завтра утром буду котлеты делать. Кстати, смотрели фарш. Мясорубку я еще не купила. Планирую вообще мясорубку покупать. У меня нет мясорубки, потому что мясорубку куплю. Фарш и мясо выберешь хорошее. И фарш отличный, домашний. Булочки для котлет. В Салану, там Стасик иногда их любит кушать. Белые булочки вот эти. Я их не очень люблю. Если там бутербродик какой-то сделать могу. А так я их не особо. Люблю, потому что тесто. Ну, в котлеты, кстати, они отлично подходят. Четыре булочки купила. 19 центов одна штука. Это в Атеке. Завтра суббота. Завтра, может, в Интермаркет поедем. Купим картошку. Там, может, еще укропчик. Кстати, укроп надо купить для котлет. Укропчик купим. Чесночок есть. Сниму, кстати, рецепт, как я делаю котлеты. И паровые. Буду делать котлеты и жарить. Куханочку хлеба. Хлеб по акции до сих пор. Евро 88. Куханочку хлебушки. Завтра приготовлю котлетки. Пачку яиц. Кстати, сегодня свекольный салат съела. Очень вкусный. Сейчас настаивается. Вот это утром приготовила. И побежали в магазин. Стасик сегодня тоже ходил в магазин с яйцами. Котлеты и жарить яйца всегда нужны. Дома у десяток еще купили. Евро 99. Кстати, берем самые недорогие яйца. Это не био. Яйца обычные. Но на вкус очень вкусные. Кстати, хорошие яйца. И такой шелточек. Мне нравится. Так, черного перчика купили. Горошек покупаем. Я его в кофемолке дома молю. Потому что вот этот мусор. Я лично считаю молотый перец. Если покупать, то там больше мусора молят. Не знаю. Я сколько брала и тут брала, и в Украине. Мне он по вкусу не нравится. Я всегда беру вот такой перчик. 2,50 стоит эта пачечка. И его дома молю. Кафемолочки намолола. В перечницу пересыпала. И у меня молотый домашний перец. Килограммчик фарша свиного на котлетке. Кстати, что хочу сказать со фарш. Смотрели в Реве фарш. Там такой дорогой. Я не знаю. Вот это ж полкило фарша. Стоит почти 6 евро. Есть фарш тоже свиной. Полкило 4,99. И есть 5,99. Честно, не знаю, почему такая разница в цене. Из всего фарша только вот эти. Вот это самый дешевый фарш. 2,99, полкило. 1,99 килограмм фарша на котлетке. Но все равно фарш магазинный есть магазинный. Так, купили вот эти. Я купила сливочного масла. Опять пищалки у нас. Окно открытое. Дома тухота. Сливочное масло в акции евро 60. Кстати, вон то, что я немецкая, я беру. Сегодня его не было. Зато вот это в акции. Евро 60. Три пачки купила. Морозилку положу. Пускай масло будет. Ну, там, неделя заканчивается. Стасик подсказывает, что и акция заканчивается. Это последний былый масло? Нет, там полно, полно. И соленая вот эта солью. Кстати, солью один раз по ошибке купила. Так не понравилось. Вообще не люблю соленое сливочное масло. Помню в тексте очень любила вот это. На белый хлебушек намасать шоколадное масло. Ой, обожаю его. Я, кстати, еще бутербродик люблю. Сливочное масло на черный хлеб на масок и выдавить супчик чеснока сверху. Вот это перед сном объедение. И полезно. Кстати, осенью рекомендую, чтобы иммунитет укрепить. Так, в котлеты мне еще понадобится репчатый лук. Один лучок купила. Цену, честно, не помню. Надо в чеке посмотреть. Но лук недорогой. Цена такая оптимальная. Килограмм сахара. Килограммчик сахара. Кстати, в прошлом году вот этот сахар до нового года стоил 79 центов килограмм. Сейчас он стоит евро 49. Сахар хорошо подорошал, и цена не падает. Евро 49 сахар. Ну, сахар у нас... Если я что-то пеку, то где-то 3 кило уходит в месяц. Если не пеку, то 2-1,5 килограмма тоже уходит. Хотя я там чай и редко. Ну, в кофе я мало лошу сахара. В чае только. Так, 2 мыла. Вот это мыло, кстати, очень хорошее. Оно в Адеке продается. Тут с этим... С орехом оно. С маслом ореха. Очень хорошее мыло. Всегда его берем. Подорошало тоже. Было 40 центов. Сейчас почти 69. Ну, хорошее мыло. И кусок такой, брусочек большой. Он надолго хватает. Так. Значит, в Адеке я на 40 евро скупилась. Что именно, на что потратила. Пополняла себе на 15 евро счет. В конце месяца всегда счет пополняю. На кассе там беру ваучер. Ваучер есть... У меня Водофон связь. Есть ваучер на 15 евро и на 25 евро. Я на 15 беру. На кассу отдаю ваучер. Они пробивают. И вместо ваучера мне выдают такой кассовый обычный чек. Тут пин-код. Вашу в телефоне этот пин-код длинный. Такой много цифр. И так пополняю счет. Не знаю, мне так удобно. У меня нету приложения банковского, немецкого. А так мне удобно пополнять счет. Знаю, что не ошибусь. И удобно, короче. Пополнила счет без комиссии. Ну, кстати, на 15 у меня 9,99 мой тариф. Водофон. А вот это на 15 евро пополняю. И у меня никогда 5 евро не сохраняется. Может... Ну, постоянно списывается. Никогда не переходят в следующий месяц. Так, все купили. И сумку купили. А, ну, кстати, с этой сумочкой понравились. Купили сумки такие тоже. Они, честно, не помню, сколько стоят. Но, кстати, хорошие. Брэго. Так. А, в аптеку сошли. Габиском купили. Шок. Кстати, мне посоветовали чеки сохранять. Буду сохранять. Вчера написали мне, ВМК написал, что на 70 евро надо сохранять чеков. И потом возвращают эту сумму. За лекарство. Буду сохранять чеки. Всем огромное спасибо за внимание. Всем огромное спасибо, что с нами. Хорошего всем дня. Хорошего совершения недели. Хороших, теплых, праздничных, выходных. Хотя они не праздничные вроде у нас на этой неделе. Но желаем вам, чтобы у вас у каждого в доме был праздник, тепло. Вкусная выпечка. Аромат ванили и аромат выпечки. Так что, до скорых встреч. На этой неделе еще проведу эфир. Сегодня не знаю, ВМК дел куча. Сейчас мы записала видео. Сейчас еще по делам попишем. Ну, так что, вот как-то так. И буду готовить. Хочу сегодня вечером котлетки съесть. Ну, скорее всего, завтра. Завтра утром приготовлю котлетки. Сниму видео обязательно. Поделюсь с вами, как я готовлю котлеты. Котлеты у меня всегда бомбовые. Получаются такие мощные, сочные. Ну, бомбесные. Ну, вообще, завтра, наверное, скорее всего, буду готовить. Потому что еще укропчик хочу. Потому что, если укропчик добавить, намного вкуснее будет. Всем огромное спасибо еще раз за внимание, за лайки, за комментарии. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Мы всех любим, всех крепко обнимаем. Всем мира, добра и, главное, любви. Так что, до скорых встреч. Всех обнимаю. И не прощаюсь. А до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok